приветствую всех наконец-то я решила снять влог я так давно уже не снимала на youtube наверное полгода уже прошло офигеть просто почти полгода не снимала влоги я не знаю а сейчас решила снять вообще была конечно причина почему я не снимала ничего в youtube ты вообще и в инстаграме не сидела это вот только вчера начала что-то там выкладывать в инстаграме а в целом я вообще в социальных сетях не сидела только вот в тик токе там какие-то видео я еще выкладывал ну там же сами понимаете если канал тематический то ты выкладываешь титок чисто видео тематические допустим если у меня там какая-то эзотерика до парапсихология там тару то я выкладываю четко по теме там не не прокатит допустим выложить по теме не по теме в этом и не очень интересно если честно в инстаграме по крайней мере можно делать и посты определенные и снимать там что-то и stories и делать и жизнь какую-то выкладывать и блоги делать в ютубе я вообще ничего тематического и снимаю никогда не знаю почему тут у меня больше как блоговская тема это я сегодня и завтра меня нет а так хотелось бы конечно на постоянке наверное снимать я не знаю вот еще хотела сказать я уже забыла каким влоги снимать но в целом была причина почему я не хотела выходить не хотела ничего снимать вообще не хотела в люди выходить так скажешь и не хочу сейчас сейчас не хочу озвучивать эту причину может как-нибудь потом но сейчас не готова вот и тут решила уже вывести в люди как говорится что-нибудь заснять вспомнить вообще как это делается как я там чё где монтировала как чё вообще загружала поэтому так ну я затянула предисловие аж на две минуты в целом хотела рассказать что еще остался на моем канале кто еще здесь есть кто увидит это видео каковы новости но живу я там же не про петровский в украине я никуда не выезжала вообще никуда не выезжала ну бомбят периодически но не целыми днями конечно нет такого нету но периодически есть нагоняют страху и дроны вот эти летают мотоциклы или как это мопеды называются да тоже они такие шумные особенно если ночью летают сегодня ночью летали стремновато так жутковато да ну откуда я знаю может он будет тут пролетать где-то упадет мне на крышу все хана еще и сирены как раз были ну такое жутковато конечно вот вот так уже успела пару раз больнички полежать сначала я лежала сама но это понятно там стрессовая ситуация была потом с малым лежала сервии там он травился тоже такое в инфекционке лежали в боксе вот такие себе новости ничего такого живем оживаем сейчас планирую ехать до врача мне нужен гастроэнтеролог потому что у меня там что там кишечник я так понимаю барахлит все живот постоянно болит а меня уже напугали там что мои симптомы но может быть какое-то серьезное заболевание я конечно об этом не думаю но по симптомам совпадало поэтому думаю надо сходить нашла какого-то доктора и он получается как кандидат медицинских наук и какой-то там в общем у него стаж 50 лет что ли не знаю поэтому возьму свои анализы пойду я просто боюсь чего что он скажет что нужно делать вот эту вот колоноскопию я не хотела бы ее делать для меня это отвратительно но если меня уже заставят то блин придется делать я не знаю как я переживу это и скорее всего только под медицинским сном то есть наркоз я еще и наркоза эти переношу не очень я не знаю когда я последний раз делала операцию в декабре когда это уже почти год прошел 17 декабря будет год как я делал эту операцию то там жесть был отходняк наркоза просто жизни такие валюцинации были так все жестко было шоу но они перебрали дело в том что они перебрали мне наркоз и и у меня остановка была я их предупреждала шоу у меня есть некие проблемы когда мне с наркозом со мной никто разговаривать не хотел ну получили то что получили но это уже прошло это как говорится в прошлом и вот сейчас вот не знаю посмотрим что скажет мне вот это вот бесит и потому что кишечник я так поняла что он начал болеть на стрессе болеть систематически потому что как был сильный стресс и как раз пошло поехало и уже это тянется около четырех месяцев вот так вот поэтому сегодня пойду я приехали у нас тут дождит идут дожди 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 но мы приехали раньше сейчас кофеюк выпьем ой надо капюшон одеть похоже с кофеек выпьем идем кофе пить нашли классный магазинчик здесь очень много всего тут вообще и сладостей куча миллионы и сало и фрукты все что хотите на варина тут возле неоплаза кто тут живет хотя кто живет на и разная ой господи открываем быстро быстро твою медь это только я могла вот так вот выйти с магазина и разлить свой молочный шоколад я купила арахис и без за этом тоже кстати орешек о капец блин и вот что теперь еще дождь идет все уже приперлись больницу так узко блин я не знаю как тут снимать все могу только снять ноги и пол коридора короче я уже дома все приехала с больницы переодеваюсь в общем как я и думала как я и думала мне не избежать этой процедуры которую я так не хотела для меня это ужасная процедура но ее придется сделать это капец ксения батька она расстроена что то блин кто тут лежит альфа так ладно я закончил лох потому что у меня тут уже я не знаю сколько я тут снимала хотя ничего особо не снимала что там наснимала смотрите альфусик поздоровайся альфусик давай 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 все